Всем привет! Сегодня у меня на канале неожиданная распаковочка от этого телефона Samsung A50, Samsung Galaxy A50. Я открывал, не скрывал, коробка запечатанная, здесь вот ломба стоит. На самом деле довольно-таки бюджетный телефон. В фирменном магазине стоит порядка 25 тысяч и судя по спецификации, которая написана на коробке, довольно-таки приличный аппарат. Здесь 128 гигабайт встроенной памяти, в этой именно комплектации. Есть на 64, 128. 64 стоит примерно 20 тысяч рублей. Здесь сканер отпечатка пальца, встроенный дисплей. Это вот интересно. Потом аккумулятор 4000 ампер, тройная камера, процессор 8 ядерный и бывает 3 герца. Экран 6.4, правда Full HD, Super AMOLED. Так, камера тройная 25 мегапикселей с апературой 1.7, 5 мегапикселей с апературой 2.2 и 8 мегапикселей с апературой 2.2. Фронтальная камера тоже 25 мегапикселей, апературой 2.0. Поддержка двух SIM и карт microSD до 512 гигабайт. Вот такой аппарат в белом цвете. Сейчас мы откроем ломбру. Значит, что у нас идёт в комплекте? В комплекте у нас идёт кабель USB-C, уши, неожиданно, но есть джек. Так, зарядочка у нас Fast Charge. Ну и здесь, собственно, скрепка, здесь ещё лежит, видите, скрепка. Вот он, вот он, где мануал-то у нас остался. Смотрите, здесь караучка так сделана, что здесь. Оп, потянули, вынули. Думаю, где у нас есть мануал. Гарантийный сертификат. Это у нас краткое руководство и всё. Очень необычно. Так, ну, в общем, вот сам аппарат такого-то размера. Note 9 от Samsung. Ну, кстати, он меньше. Пока здесь размеры Kano 6,3, а здесь 6,4. Задняя крышка пластиковая. Камера здесь, передняя камера. Первое включение у нас сейчас происходит. Так, опять попробуем, кстати, отпечаток пальца. Чтобы происходить отпечаток полностью, каждый раз немного сдвигайте палец. Вот он у нас загрузился. Так вот, собственно, телефончик. Вот такие-то сумасшедшие обновления пошли. Дисплей приятный на ощупь. Дисплей приятный на ощупь. Ну, как бы Доринский правильно нашёл. Показываю. Вот теперь показываю, где мы. Так. Что у нас здесь ещё интересного. Ну, это сервисы Кул, да? Все, как обычно. Плеймаркет, галерея. Ну, пусть он разрешен. Если отображает. Если ему это хочется. Вот. Маркет можно туда перетащить. Ух. И снова обновление. Пригиба 19-го года. Так. Ну, пусть загрузит нам это обновление. Что у нас здесь есть ещё интересного. Среди телефона. Среди телефона. Состояние телефона. Так. Я люблю вот это обслуживание. В то же время всегда сгореть. Можно посмотреть, сколько денег у нас в памяти. Читают. Видите, ОС. И данные у нас занимают 20 гигабайт и 107,9 доступных пользователей. Память оперативной, тоже можно посмотреть, телефон уже загрузился, из 6 доступно 3.1, 2.4 зарезервировано, опять же, системой и еще 500, тоже зачем-то он зарезервировал, в общем, половина, 3 гигабайта, довольно неплохо. Так, что, настройка разрешена. Вот у нас камера. Она подаляет, приближает настройки камеры. Что у нас здесь есть? Размер видео. Видно, да? Разрешение Full HD и HD. В общем, видите, 4К не снимает этот телефон, только Full HD. А что касательно фотографии, кстати, вот там фотографии, параметры сохранения. Так, разрешение он даже не предлагает никакого, да? Выбрать странную. Вот здесь только можно выбрать размер. Размер HDR включеного. Вот здесь, как у нас в грошалке, видимо, есть. Фильтры. Так, вот красота у нас. Здесь еще. Красота выключена. Давайте включим красоту. Тон кожи. Цвет. Лицо. Это что у нас? Красота. Глаза. А это, видимо, больше, меньше глазам можно отделаться. Вот, собственно, вся красота. Здесь сверху она, значит, таймер. Вспышка. Ну и, собственно, все. Бюджетная модель, но очень добротная, качественная. Сделан. С вырезом сверху под айфон. Все обновляется, все шустро работает. Крупные значки, да? А, вот это тоже штука, можно все уменьшить. И вот так вот свайпом. Настройки. Сетка экрана приложения. Выбираете, можно 5 на 6 сделать. Применить. А здесь мы можем сделать, сортировать. В луфавитном порядке. Ну, здесь, пока у нас их мало. В общем, они все здесь будут дальше. Приможение Samsung. Как их много. Звукозапись. MyFile. Радио. Здесь даже радио есть. Но это, видимо, надо ставить наушники, чтобы радио заработало. Давно не встречал опции радио на телефонах. И еще такая фишка появилась новая в этих, в прошивке Android 9. На главном экране. Делаем свайп. Сейчас. Свайп. Настройки экрана. Здесь есть блокировка главного экрана. Мы их блокируем. И дальше у вас вот эти ярлыки. Их нельзя переблинуть. Видите, я даже когда пытаюсь это сделать. Он пишет, невозможно переместить, потому что экран заблокирован. Вот они дошли до этого только на 9-ом Android. Это индикатор значков числом отображается. То есть, когда у вас какие-то сообщения пропущены. И все здесь в углу иконки будет обозначение сколько у вас пропущенных уведомлений. Камеру на этом экране. Я думаю, что он будет сам снимать на себя. Будет все очень круто показываться. Потому что все максимально будет оптимизировано. Этот дисплей. Вот он, видите, меня уже фокус поймал. Все, молодец. Здесь запись. Живой фокус даже на эту камеру есть. Так вот здесь есть Pro режим. Здесь можно ISO, баланс белого. И диафрамму, по-моему, открываем. Закрыть, открыть диафрамму. С белого. Панорама. Оно тут все понятно с панорамой. Замедленная съемка здесь есть. Эгиппеллаб тут еще есть. Телефон. В принципе, за свои деньги, я считаю, очень офигенный телефон. Достойный, современный. Все функции здесь есть. Они максимально реализованы. Я, правда, не понял пока зачем. Три камеры. Я думал, здесь будет в камере три режима. То есть, стандартная камера. Телевик приближает который. И шире какую-нибудь панорамную съемку. Но нет, здесь оказалось всего лишь два режима. Непонятно, как тут три камеры работают. Третья, видимо, какая-то вспомогательная. В году бюджета здесь нет возможности снимать 4К. Только в Full HD. Но это многим будет достаточно. Учитывая 128 ГВт стройной памяти, и что вы не будете снимать ролики в 4К, потому что он это не умеет делать, то, в принципе, данное пространство памяти он вам будет более чем за глаза. Так, и давайте посмотрим. Я привык, что сверху у них. У моделей прошлого года, по крайней мере. Кнопка, значит, питание у нее с этой стороны. Котелька громкости. А вот с этой стороны здесь такая тоже штучка. На кнопку похожа. Я думал, что это кнопка. Но вот, учитывая, что рядом с ней дырка есть, в которую, скорее всего, может залезть. Главное, чтобы это не микрофон оказался. То есть, есть дырка сверху, снизу дырка. Но эти дырки больше похожи на микрофоны. А вот сюда? Сейчас попробую. Да. Вот оно есть. Опа. Можно сразу вставить две сим-карты и SD-шку. Смотрите, шторку. Здесь у нас есть, ну, локация. Так, тут в углу понятно. NFC. Что-то, начинка. Олдисплей. Здесь даже поставили в углу. Видим. Так. И вот есть, во-первых, ночной режим. Вот, видите, он становится черным. Ну, и браузер. Интернет, да. И звонилка. Все. Месседжи. Смесседжи. Все становится черным. В точном режиме. Ну, мне нравится больше вот черный. То есть, как бы я считаю, это светлая и темная тема. Типа того. Так. Какой-то зарегон. А! Найдетонную панель можно убрать нижнюю. То есть, это, видите, здесь палочки, квадратика, стрелочка. Можно нажать. И он ее убирает. Немного расширяет экраны. Просто здесь вот такие полоски. И в описании. И в YouTube зайдем. Запусти нас на YouTube сейчас. А, Менеград подалет. А почему здесь мобил? В общем, просто дай я с вами. Ну да, вот тут, наверное, стандартная фишка, что он даже сушиляет. Да, котёнок, я у Иркин, засиделюсь, малыш, что сегодня уже суббота, ну конечно помню. Ребят, мой вердикт по поводу телефона, если вы рассматриваете телефон в сегменте 25 тысяч рублей, то в принципе это очень хороший аппарат, сделан качественным, даже вот заставки тут меняются постоянно, какие-то новые сремя. Так, а у нас же Always On Display должен быть здесь, и что? А, вот, да. Вот видите, Always On Display, здесь он. Блин, они уже просыпаются, то есть я уберу в руки и начинают просыпаться, но здесь федня в том, что сейчас я попробую на эту каналу показать. Вот такая вот Always On Display. Все, всем спасибо, смотрите обзоры на моем канале дальше, ставьте лайки, подписывайтесь. Все, всем пока.